Здравствуйте! Есть такая пугалка Ядерное оружие, ядерные угрозы, ядерные опасности Знаете, я про эту пугалку сейчас расскажу Вы знаете, впервые, так сказать, вопрос стал ребром Когда требовалось всерьёз дать ответ Надо ли применить ядерное оружие или не надо Этот вопрос стал во время Корейской войны В ту пору товарищ Ким Ир Сен С подачи своего товарища Мао Цзэдуна Пытался захватить власть над всем Корейским полуостровом За Южную Корею неожиданно заступили Соединённые Штаты Америки И этому событию решил не препятствовать Советский Союз Он решил позволить свободолюбивым нациям Как это, Организация Объединённых Наций Значит, свободолюбивые нации их называли во время войны Принять решение в Совете Безопасности О вмешательстве в этот конфликт Без участия представителей Советского Союза Он просто не присутствовал И, значит, свободолюбивые нации решили послать туда голубые каски Под флагом ООН Туда отправились американские войска Им на подмогу были войска из других стран Членов ООН Членов бывших членов антигитлеровской коалиции Вот, они туда отправились, значит, воевать против Кореи и Китая Китай там принимал участие Ну, война приобрела очень ожесточённый характер В самом начале войны всё было так достаточно бодро и эффективно Объединённые нации побеждали А потом, когда вмешались туда очень мощные контингенты китайских сил Война стала затягиваться И вот тут встал вопрос А не применить на ядерное оружие? То есть у нас вот такой есть козырь Ядерная бомба Ну, у Китая-то и нет Советский Союз, судьба тому, как товарищ, значит, не пошёл на голосование Просто, да Значит, он, наверное, и не вмешается, скорее всего, своим ядерным потенциалом Может быть, применить всё-таки его И это был поставлен вопрос перед серьёзными людьми Которые должны были дать ответ Применять или не применять Их отчёт мне недоступен Я с ним не знаком Было решено это дело не применять Вот как хотите, так трактуйте, товарищи учёные Потому что вот это очень важный вопрос А почему не применять? А что там было не так? Понимаете? Важно, на самом деле, не что там было не так А что там могло быть вообще так Значит, вообще первые сведения о планировании ядерной войны Они, значит, к нам относятся к так называемому плану дропшот Что это слово значит дропшот, я не знаю Это то ли из лексикона англоязычных ловцов рыбы на спиннинг То ли из лексикона англоязычных этих самых теннисистов Ну вот какой-то дропшот Вот, этот план был составлен в тот момент Когда только-только начиналась холодная война Советский Союз не хотел уходить из оккупированного им иранского Азербайджана Потому что, ну, так сказать, его хорошенько советизировали Уйти оттуда означало отдать на растерзание, так сказать, Шаху и его людям Вот тех, кто там, значит, сориентировался на Москву Советский Союз через Югославию поддерживал повстанцев Коммунистических партизан в Греции И то же самое влияло на партизан в Турции То есть, в принципе говоря, мыслилось так Нужен был ответ Соединённых Штатов на действия Советского Союза Если он попытается захватить вот эти три страны Грецию, Турцию и Иран И не отдавать их И вот был составлен этот план дропшот Составлен был кое-как, честно говоря Вот с ним мы более-менее знакомы На выставке, посвящённой, по-моему, 70-летию У испытания ядерной бомбы в Советском Союзе Значит, там висел этот план дропшот на стене Огромная карта Как, значит, они собирались носить удары Они собирались носить удары Значит, вот со следующих направлений Первое направление Тогда имейте в виду Межконтинентальных бомбардировщиков У Соединённых Штатов, в общем-то, не было То есть, в принципе, можно было перелететь океан Ну, у них была Европа, европейские базы Им не нужны межконтинентальные бомбардировщики Вот, значит, с европейских баз наносить удар Очень, так сказать, сомнительный метод Потому что им надо было пролететь Над Восточной Германией, над Польшей И чтобы долететь до центров, скажем, Российской Федерации Типа Москва, Воронеж Им надо было проименовать ещё Беларусь Ну, там в Беларуси тоже были аппетитные цели Но, тем не менее, представляете, огромное, значит, расстояние Над системой ПВО Советского Союза Надо было лететь Пролетят они, поршневые вот эти бомбардировщики Или не пролетят? Вопрос интересный Вот Второе направление удара было, значит, с юга Вы не поверите, из Турции, из Ирана Их тех самых территорий, которые уже захвачены Советским Союзом Это же на тот случай создавалось По-моему, вариант нанесения удара из Индии Там не было точек Не было точек и на территории Китая Потому что Китай, в общем-то говоря, страна тогда была коммунистическая Ну, какие там точки Хотя, впрочем, Тайвань, вот эти вот территории Там самый юг Китая, где ещё, наверное, был тогда Чингайши Они ещё рассматривались как возможные опорные точки И Япония И ещё просто, значит, один юмористический объект был Это, значит, на территории Курильских островов, которые принадлежали Советскому Союзу Значит, там какая-то авиабаза американская И с неё они тоже бомбят, значит, Дальний Восток Всё Да, ещё забыл Ещё базы, соответственно, на Аляске И на Алиутских островах Ну, про эту анекдотическую точку на Курильских островах Это вообще, так сказать, уму непостижимо Потому что её там не было Естественно, у них базы Ну, единственное, что как-то в разговоре Американский президент закинул удочку Предложил Сталину Попросил у него разрешение На Курильских островах создать Американскую авиационную базу Сталин говорит Да, мы согласны Но в обмен на то, что вы нам разрешили базу на Алиутских островах На этом обмен, так сказать, шутками закончился Ну, а там как-то вот не шутейный решил кто-то Ну, как-то воспринимать его всерьёз нельзя То есть про это говорить нечего Это был, так сказать, план, который был, ну, совершенно нереалистичен То есть, скорее всего, ни одна просто бомба Не достигла бы территории Советского Союза в тот момент Если бы кто-то попытался привести в действие этот план Ну, президент спросил, а что можем сделать? А вот А то есть ничего? То есть ничего Ну, ладно Тогда не будем ничего делать Скорее всего, это был вот такой разговор Вот, если ему это всё-таки Если он знал, географию лучше, чем составитель этого плана Вот Ну, так Дальше-то вопрос А что всё-таки в Корее-то не применили? Кто там-то помешал? Видите ли, с чем дело? Давайте разберёмся Вот сейчас, значит, у ядерных держав Советский Союз, США, это главные державы У нас примерно по 2000 ядерных зарядов На вооружении стоят Ну, примерно Понятное дело, что мы с вами не располагаем сведения О спектре, так сказать, тротиловых эквивалентов Потому что значительная часть их представлена зарядами тактическими Это отдельный разговор А вот есть, значит, опорный пункт противника Не сдаётся, а мы туда бросим атомный заряд Бабах! И атакуем Всё А вот тут, значит, переправа, переправа Берег левый, берег правый Противник переправляется Мы тогда, бабах! И всё, ребят, переправлялся Ну, вот такие вот вещи То есть такое локальное воздействие Об этом отдельный разговор Ну, разговор достаточно сложный Ну, и достаточно Достаточно пустой, в общем-то говоря Вот А вот дальше как? Бояться-то надо стратегического воздействия На войне, понятное дело, убивают Что вы хотели А вот тут стратегическое воздействие Помните, такая была доктрина Дуэ, как-то так она произносилась Это итальянский был военный теоретик В времён между мировыми войнами И он, значит, предрёк, что в будущем Удары будут наноситься Не только по, значит, линии фронта По скоплениям войск А и по гражданскому населению Вот Ну, давайте вот Две тысячи зарядов Я не знаю, какая из них доля Стратегические А что значит стратегические? Ну, вот Для подводных лодок Понятное дело, мы все сведения про Америку только имеем Для подводных лодок американских Ну, где-то от 50 до 150 килотонн Считает стратегический заряд Это, значит, в 2,5 Во сколько там? В 7 раз больше, чем с бомбами на Хиросиме При этом вы имеете в виду, что Радиус поражения Радиус поражения Он пропорционален кубу заряда Кубу заряда Вот есть такая, значит, мечта О мегатонном заряде Ну, мегатонный заряд Это как-то великовато на самом деле И Мегатонные заряды, если есть на вооружении То это единицы Штучный заряд Понятное дело, что вот у нас был заряд 50 мегатонн взорван Ну, 45, правда, получился Мегатонн взорван на новой земле Ну, да, там 5 мегатонные заряды Но это не вот тебе каждый такой заряд Ну, давайте вот оттолкнёмся от 1 мегатонна Что это значит? И к чему это ведёт? Ну, основной поражающая сила ядерного оружия Это ударная волна Да, и, пожалуйста, не думайте, что главное Поражающий фактор атомизирующий излучение И, значит, остаточное наведённое поглощение Нет, это совсем не страшно Об этом нам показал Чернобыль Когда была разбросана вся активная зона По достаточно ограниченной поверхности И там, значит, жизнь не прекратилась Ну, в общем, это никак не есть поражающий фактор Это большая неприятность, не более того Большая неприятность, не более того Так вот, значит, что значит ударная волна? Есть такой параметр давления во фронте ударной волны Избыточное давление Ну, обычно в атмосферах это меряется Одна атмосфера – это 1 кг силы на квадратный метр 3 кг силы на квадратный метр Вот такая 3 атмосферы ударная волна Дельта ПФ, да, так говорят Дельта П – изменение давления Ф во фронте ударной волны фронт, дельта ПФ, 3 кг, это, в общем-то говоря, выдерживают танки, и при этом они, так сказать, ну, сильно не переживают. 5 кг они переживают, но выдерживают. Вот, если говорить о сооружениях, ну, скажем так, более или менее надёжные сооружения, уже, ну, такие простые, это не специальный там, не метро, да, которое там может и 20 кг во фронте выдержать, ну, всё зависит. А так, ну, что-нибудь типа, я не знаю, хорошо построенный, крепко построенный дом, вот, или там станция мелкого заложения, там, с закрытыми дверями, ну, она 3 кг-то выдержит запросто, а это полтора километра от, значит, мегатонного боеприпаса. Если вы возьмёте не мегатонный боеприпас, а сколько вам надо, ну, 10 мегатонн, ну, давайте 10 мегатонн, корень кубический из 10, около 2, ну, значит, 3 км. Вот 3 км радиуса поражения будет, да? Вот, ну, масштабы большого города представили, да? Вот. Если, значит, говорить о границах, так сказать, зоны, где будут такие, могут произойти заметные разрушения, это 3 десятых атмосферы, 3 десятых килограмма во фронте ударной волны, килограммы силы, ну, это вот для мегатонны 5 км, ну, 10 для 5 мегатонны, да? Ну, вы имейте в виду, что никто такими стрелять-то не будет, а будут, ну, может быть, там, 100 килотоннами стрелять, то есть это уже 3 кг во фронте, это будет, ну, в 2 раза меньше, ну, где-нибудь меньше километра, метров 700, да, вот так вот. Вот это вот типичное, кстати говоря, как раз подводные ракетоносцы, они были предназначены для нанесения, так сказать, удара возмездия по городам. Они себя называли убийцей городов. Вот имейте в виду, вот типичный калибр 50-150 килотонн. Вот это вот он, ну, практически хиросимский. Ну, там 20, а тут 50. Практически хиросимская бомба. Вот. Ну, и теперь давайте прикидывайте, сколько вы, может, таких территорий подвергнуты разрушениям. И зачем, главное, зачем? И вот самое-то интересное, это вот что. Дело в том, что воздействие ядерного оружия, оно весьма ограничено по своим последствиям. Ну, вот повредить какой-то вот промышленный центр, да, нам всегда учат, что новая война будет скоротечна, и поэтому значение промышленных центров не имеет большого значения. Ну, просто сделать кому-то гадость, чтобы у вас не было больше заводов, да, чтобы вы не могли на нас работать, если мы вас победим, да. Непонятно зачем, да. Мы вас победили. Хорошо, молодцы, победили. А для чего? Будете нас кормить или просто дадите нам с голоду умереть? Да нет, мы хотели вас работать, заставить. Да вот заводы ваши кедрени матери разбомбили. Где наша голова была, когда бомбили? Не знаем сами. Да, вот как заставишь ее работать? Никак не заставишь. Вот когда Германию победили, ее тоже очень сильно разбомбили, но, значит, пленных пытались заставить работать где-нибудь за границей. Французы у себя заставляли работать. Молодых немцев говорили, да, ребята, вот вы у нас заключенные, а мы вас сейчас как по суду отдадим, как вам влепим срок или вышку, а? Не хотите? Найн! Ну тогда записывайтесь в этот самый, в иностранный легион и марш-марш воевать во Вьетнам. Яволь! Да не яволь, а уи! Французским языком тебе говорят. Уи! Уи, уи! Мон-женераль! Мон-капитен! Уи, уи, мон-капитен! И давай, мон-капитен их туда отправил. Вот, вот такая вот история была, да? Ну, то же самое у нас они выеживали. А так-то как хорошо бы, победили Германию! Репарации! Это было у нас такое дело после Первой мировой. То Германия не была разрушена. Ну вот с неё брали репарации. Ну ладно, а вот была бы бомбёжка тогда настоящая, если взять нечего было бы с Германией, ещё восстанавливать приходилось бы её. Ну да, 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 да. Восстановление Берлина-то, по-моему, закончилось уже после 89-го года до конца. Там были участки невосстановленные уже до самого падения Берлинской стены. До самого объединения Германии было такое дело, да. Ну так вот, и вот, значит, возникает вопрос. Вот что бы было бы, если американцы бы решились применить ядерное оружие во время войны в Корее? Ну, в общем, было бы то, что ядерное оружие было бы окончательно, скажем так, скомпрометировано. В каком хотите смысле, все бы уже знали, что оно совсем не такое страшное, не такое опасное. Ведь дальше можно было пугать, можно было издавать страшные, значит, книжки под названием «Памятка населению по защите от оружия массового поражения». Знаете, больше всего, что в этой книжке убивало, это, наоборот, на стороне надпись «бесплатно». Почему-то, что у нас ничего бесплатного не было, это бесплатно всё. Хана! Всё, уже твои деньги не нужны. Между прочим, американцы, они выделяли ещё один фактор поражающий – битое стекло. А он как раз очень большой площадь поражения имеет. Это вот не какие-то там 0,3 килограмма, там уже и десятые доли килограмма во фронте пришли, они вам стёкла выдавят, разобьют. И битым стеклом нанесёт большие травмы. Поэтому в школах у них была такая репетиция, значит, по команде учителя. Все ученики прятали, значит, под столы. Значит, это что, от битого стекла. Потому что если вы за шкафом, под столом или в коридор вышли, вам атомная бомба не страшна на большей части территории. А это вот она, вспышка. Ну, к тех, дети, кто не успеет выйти из класса, давка же будет под стол. Под столы спрятались, всё, и я за вами, последний учитель ныряет. Ох, стёкла вылетели. Всё, встаём, битое стекло. А это ничего, если напрямую... У меня был такой случай, у меня взорвалась триммерная камера. А я как раз так, как хитрый, сидел за железякой. Ну, от потолка какие-то осколки отразились. Ну, ерунда, в общем. Почти не порезала. Вот, вот такие дела. Ну, там хорошо бобахнул, да, стриммерная камера. Вот, такие вот дела. Такие вот дела интересные. Как Сажа Бела. Так что, вот, не бойтесь, товарищи, детки ядерного оружия. Ну, великие державы точно хотят, очень не хотят его применять. Потому что очень они боятся, что какие-то вот молодые ядерные державы, типа Индии, Пакистана или Северной Кореи, возьмут и применят его. И видно будет, что король-то голый. А его регулярно ведь взрывали. Да, сколько этих взрывов произведено было в Семипалатинске, в Неваде. В Семипалатинске я не знаю. У нас всё это страшно закрыто. А в Неваде ведь они были видны из Лас-Вегаса. И люди знали, когда был взрыв, собирались и смотрели, как это вот... Ну, те, кто заплатил деньги за билет, их поближе сажали, да. Они сидели, вот она, ба-бах, там бомба взорвалась. О-о-о, как интересно. Ну, вот это такое было всё. А это вот те самые сотни килотонн там и рвали. Вот такие дела. Так что не бойтесь ядерной войны. Лучше помогите мне на прожитьё. У меня внизу есть номер Сбербанской карточки. Почему я деньги прошу? Потому что я нигде не работаю, живу на ваше подаяние. И не имею такой уже возможности работать. И из-за ковида, и из-за здоровья, и вообще, чего хотите. Есть ещё номер Сбербанского счёта. Может туда поручить какой-нибудь систематический перевод мне делать ваш банк. Есть Donation Alerts. Это для всех. Там посылочки прошли. И иностранцы, и наши. PayPal – это только для иностранцев, к сожалению. Вот ещё тоже для всех. Это можете пройти по ссылочке. Называется «Стать спонсором моего канала на Ютубе». Яндекс.Деньги, Юмани, Киви Кошелёк, бум-бум-бум-бум-бум, кошелёк ВКонтакте. Но это я всё так понимаю только для наших. Так что поддержите меня, пожалуйста. Дайте на пропитание. Я вам ещё расскажу, что всё не страшно, или наоборот, что всё ужасно. Что хотите? Нет, ну я вам правду рассказываю. Вот это вот интересная такая правда о том, что на самом деле ядерное оружие, как говорил Мао Цзэдун, не страшнее бумажного тигра. Ну, конечно, Мао Цзэдун горячий. Но нет, оно смертоносно, оно ужасно. Но применять его нет никакого смысла. Пока. Всех благ.